СЛУЦК ТВ ТОП-4 лучших экспортно-ориентированных предприятий Пуховического района Почему белорусское мороженое самое вкусное? Секрет успеха – как химическое производство может быть экологически чистым? И как согреть 20 тысяч человек? Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске. Разговор с губернатором. В минувшую пятницу прошла выездная пресс-конференция председателя Минского облсполкома Семена Шапира. Во время разговора глава региона рассказал о своей рабочей поездке в Китай. Мы были у провинции Ванду. Мы также разлетели широкое питание, какие будут накористить и китайской провинции, и минской области. Это пытание культурного, спортивного назначения, это пытание развития совместной экономики, это пытание ухода в белорусский и китайский парк предприемцев в этой провинции. Там працю я, губернатор, неколько месяцев. И у нас была сильная добрая и приемная такая разговора. Домой вынесли, что наступки будем, будем у нас, в Минске. Семен Шапира выделил Слудский район как наиболее успешный и динамично развивающийся. В центре экономического роста у нас, если по сельскому хозяйству, это Слудский район, Копольский должен быть, Несвежский. Там самые большие проросты, там самая высокая эффективность идет, и там еще много резервов. Я знаю, что если мы сегодня в Слудске добавили 10% молока, допустим, 40 тонн, это 10%, 420 еще раздают, то весь Крупский район только 80 тонн дает. Но видно, центр аграрного роста тут у нас, в этой городе. Зашла речь про строительство дороги Слудск-Солигорск. Вот хотелось бы узнать больше о планах строительства, сроках и технологиях. Значит, там 26 километров, не на это, мы в прошлом году завершили до Слудска, а с Слудска до Солигорск большие скаломники. Там разбито на два этапа, 100-110, так называемые этапы, 110-126, это километраж, сотый километр по 110. Значит, в ближайшие дни начнется, я думаю, финансирование, ориентировочно выделяется 600 миллиардов старых денег туда, и будем делать, как я уже сказал, бетоник. Этих первых 10 километров, но мы ставим задачу, чтобы максимально дойти до Солигорска в этом году. Первое в своем деле. Белорусское мороженое не раз выигрывало международные конкурсы. Нам стало интересно проследить немного за другим соревнованием, которое продолжается еще с детства. Мороженое на палочке или в стаканчике? Посмотреть мечту удалось на производстве компании «Морозпродукт», которая сегодня занимает лидирующие позиции на рынке белорусского мороженого. Производственные мощности завода позволяют выпускать 18 тысяч тонн мороженого в год. Получается, что каждому жителю страны компания может предложить примерно 26 пачек мороженого. Данное оборудование, вы видите, что делает всем любимое в Белоруссии и постсоветском пространстве мороженое брикет. То есть это оборудование формирует брикет, заворачивает его и потом подается на линию закалки. В линии закалки оно проходит при температуре минус 40 и выходит по конвейеру, слаживается в короба и дальше поступает на склад. Это вообще вещь предназначена, чтобы делать маркировку. Когда выпущено мороженое, какая партия, в какое время. Дабы можно было отследить всю историю выпущенного продукта. И все-таки спор разрешен между двумя популярными видами лакомства. По данным компании, в прошлом году было продано более 17 миллионов из кимона-палочки, в то время как вафельных стаканчиков было продано более 20 миллионов. Но для того, чтобы поставлять товары на экспорт, необходимо постоянно обновлять ассортимент. Наш продуктовый портфель насчитывает более стайное именование. Это такие бренды, как 28 копеек, Фрудоза, Фиеста, Гоша, тот самый давний. И мы очень сильно развиваемся в этом направлении. Как в нашей продуктовой линейке, мы ее стараемся все больше и больше развивать, так и придумать что-то новое, чтобы создало конкурентное преимущество на нашем уровне. Оборудование на производстве одно из самых современных. Оно обновляется каждый год. Знаковым событием для завода стало открытие собственного температурного логистического центра в Марьиной Горке. Руководство приоткрыло секрет успеха. Вы знаете, что я скажу, наверное, может быть просто, но все-таки коллектив. Коллектив и идея. То есть была идея, подобран коллектив, который работает этой идеей и работает совместно. Вообще предприятие в следующем году отмечает 20-летие. То есть начинали на арендованных площадях, на строящейся еще тогда Минской ТЭЦ-5. Вот до России, до того, что в 2009 году сделали свой логистический центр, большой, крупный, который сейчас работает в данный момент, тоже разводит помимо нашего мороженого, также разводит еще продукцию за морозку. Морозпродукт уделяет большое внимание развитию экспортного направления. В ближайших планах – организация регулярных поставок мороженого на рынки европейских стран. Мы поставляем мороженое в Российской Федерации, также в Латинскую Америку, в Республику Колумбия у нас там есть свое представительство. Помимо этого прорабатываем ряд таких новых рынков, как Евросоюз. У нас несли в реестр компаний, которые имеют право отгружаться на Европейский Союз. На данный момент производство максимально загружено под сезон, ведь летом спрос на холодный десерт зашкаливает. Компания к этому сезону предложит новые виды мороженого с разными вкусами. А какими они будут, узнаем буквально через месяц. Когда-то против строительства этого завода были все жители поселка Дружный. А сейчас за счет химического предприятия «Август Бел», которое занимается производством веществ для защиты растений, формируется почти 20% бюджета Пуховического района. Буквально на днях завод получил премию правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Гербициды, фунгициды и десиканты в райском месте, где водятся карпы, и работники получают зарплату в 1200 белорусских рублей. Мы побывали внутри. Сложно представить, но этот склад пластиковой тары опустошится всего за месяц. В течение года предприятие «Август Бел» отгружает 10 миллионов литров продукции. Пробы готовой продукции хранятся в течение 3-5 лет. На случай, если вдруг потребитель предъявит претензии, хотя такого еще не было. На данном участке производится упаковка канистр с нашими препаратами в коробке, и они укладываются с помощью автоматизированного комплекса на поддоны. И далее данная продукция уже отправляется на склад готовой продукции. По последним данным, производительность увеличилась на 20-30% благодаря этому чуду техники. Эта конвейерная лента потихоньку начинает забываться. Ведь уже почти два месяца работает вот эта абсолютно новая автоматизированная конвейерная лента, которая помогает за сутки запасовать от 10 до 30 тонн. Раньше вот эти вкладыши клеивались вручную. Вот специальный пистолет, разогревался клей, наносился клей вручную в крышку и вставлялся непосредственно эта мембрана. Сейчас это у нас происходит, а все автоматически. Один робот за ними заменяет буквально 9 человек. Но мы не увольняем людей. Мы продолжаем процесс обучения, формирования, делания из людей профессионалов. Профессионалов нам не хватает, конечно. Создаем сейчас совершенно новую программу. Набираем людей, и с 1 июня запускаем, набираем людей на обучение. В течение трех месяцев людей будут обучать, получают профессию аппаратчика третьего разряда и начинают работать на нашем предприятии. На данный момент средняя зарплата на предприятие в районе 1200. Это тоже не предел. Кроме высокой заработной платы на предприятие, еще есть и ряд других приятных условий. Бесплатное трехразовое питание, доставка транспортом на работу, пособия к свадьбе и рождению детей. Конечно, это уникальное предприятие для страны. Но основной его уникальностью, конечно, являются люди. За 10 лет сформировался особый коллектив профессионалов. Ассортимент продукции меняется постоянно. В год регистрируется порядка 6-7 продуктов. Также компания известна своим технологическим сопровождением. Консультанты помогают разобраться с применением товара непосредственно в поле. На самом деле наша продукция, можно сказать, уже применяется во всем мире. Самое большое направление – это Россия, Украина, Казахстан. И в последнее время начали активно продавать в странах Латинской Америки и в странах Северной Африки. На предприятии функционируют системы по очистке газовоздушных выбросов, системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод. На предприятии уничтожаются все отходы. Они собираются здесь, складируются и уничтожаются. То есть за территорию предприятия не выбрасывается ничего. Постоянно мониторится почва, вода, воздух. Кто до пруда дошел, видели, плавают карты. Завод горного воска, как мы узнали, не имеет ничего общего с горами. Но ему покорились совершенно другие вершины. Это еще один завод, получивший премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Почему? Вы узнаете прямо сейчас. Нас оценили как систему, систему по поддержанию, систему по улучшению нашего качества. То есть это именно как системный продукт, а не как качество какой-то отдельной продукции. Это подключает в себя и подбор персонала, и качество подготовки персонала. Ну и закачивает это обеспеченностью приборной базы для контроля качества. Ну и, соответственно, введение тех процессов и их постоянства. Улыбай! На предприятии выпускают защитные воски, пластичные смазки, консервационные гидравлические масла, свечные воски и парафиновые эмульсии. Мы буквально только в октябре прошлого года закончили инвестпроект. Требуется сначала небольшой лаг времени для того, чтобы он гармонично влился уже в рынок. Потому что любой проект требует освоения мощностей, освоения продукции. Время течет, и отдельные продукты умирают, вторые появляются. Слава богу, у нас достаточно универсальная производственная мощность, и мы можем подрабатывать и диверсифицировать. Мы не завязаны на каком-то отдельном продукте, на который, если вдруг его жизненный цикл умер, то и производство закрылось. Инвестиции в проект составили около 54 миллионов евро без учета НДС. Современное производство из семи высокоавтоматизированных производственно-технологических линий позволяет увеличить мощность производства и расширить линейку выпускаемой продукции. Более 80% нашей продукции – это экспорт. Экспорт, причем, в Европу. Это Польша, Италия в прошлом году у нас началась. Вот в этом году мы развиваем отношения с Италией впервые. Греция, Германия и так далее. Также предприятие работает над социальной задачей, стараясь привлечь молодых специалистов. В целом завод дает работу почти 300 сотрудникам. Минская ТЭЦ-5 – самая молодая тепловая электростанция в Белоруссии. Электростанция обеспечивает три поселка – Родинск, Дружный и Свислочь. Максимум ли это – мы узнали у директора. Минская ТЭЦ-5 – самая молодая тепловая электростанция в Белоруссии. Ну, конечно, конечно, без проблем. Просто сейчас про городостро? Без проблем. Город спутник будет обеспечен. В момент высокого потребления электроэнергии необходимо включить дополнительные мощности. С нами поделились планами на этот счет. Мы в ближайшее время планируем приступить к строительству пикорезервного источника. И на этом направлении сейчас работаем. Для чего нужно? Пикорезервный источник необходим для сглаживания, колебания потребления электроэнергии в Республике Белоруссии. Спрашивайте в точках продаж в четверг свежий номер газеты «Курьер» или подписывайтесь. Подписку можно оформить у почтальона или в любом отделении почты. Подписной индекс газеты 64066. Компания «Юркас» – ведущий оптовый поставщик дверей на территории Белоруссии и дистрибьютор известных производителей. Шесть оптовых складов, 50 салонов по всей стране. Один из них в Слуцке. По адресу улица 14 Партизан, 86. В фирменном салоне «Юркас» покупатель может найти межкомнатные и входные двери на любой вкус и кошелек. В ассортименте компании более 300 моделей дверей 30 различных оттенков. Самые доступные из всего имеющегося ассортимента двери, но при этом качественные и надежные – это ламинированные двери из МДФ. Они хорошо переносят перепады температуры и влаги, поэтому их можно смело устанавливать в доме, квартире или на даче. Двери с покрытием ПВХ представляют сегмент «Эконом». Это современные и недорогие двери с разнообразным дизайном и широкой цветовой гаммой. Среди них вы можете найти очень интересные модели со стеклением из триплекса, украшенным узорами и даже стразами. В среднем ценовом сегменте вы можете найти двери с покрытием «Эко Шпон» фабрики «Профиль Дорс» серии «Х» и серии «З». Двери с этим покрытием за довольно короткий промежуток времени завоевали сердца покупателей, став самыми популярными благодаря своим потребительским качествам. «Эко Шпон» – идеальный вариант для любых помещений, а также для тех, у кого есть дети или животные. Также своей популярностью пользуются двери с покрытием «Юни Лак» фабрики «Профиль Дорс». Это двери с уникальным бархатистым матовым однотонным покрытием на основе «Эко Шпона», покрытого ультрафиолетовым лаком. Подчеркнуть элегантность вашего интерьера помогут двери с покрытием «Глянец» фабрики «Профиль Дорс». Гладкое однотонное с глянцевым блеском покрытие делает эти двери особенными. Компания «Юркас» предлагает двери из массива сосны и ольхи. Такие двери будут долго радовать своих хозяев прекрасным видом, отличной звукоизоляцией и устойчивостью к перепадам температуры и влаги. Альтернатива дверям из массива – это шпонированные двери. Они выглядят очень достойно, даже если это универсальная классическая модель. Богатые двери по низкой цене – слоган дверей с покрытием «Эмалит». Двери выглядят богато и дорого, а стоят при этом весьма приемлемо. Серия действительно уникальная. Двери покрыты белоснежной эмалью, которая надежно защищает полотно от воздействия факторов внешней среды. В ассортименте салона представлены входные двери белорусских и российских брендов – от простых бюджетных вариантов до массивных дорогих дверей для коттеджей. Отдельного внимания заслуживают двери «Металлюр». Это бренд, который производится по заказу компании «Юркас». Ассортимент входных дверей способен удовлетворить практически любые потребности и запросы клиента в отношении надежности дверей в эксплуатации и степени защиты жилья от нежелательного вторжения, тепло- и звукоизоляции, дизайна. Компания «Юркас» является официальным поставщиком дверей «Фактор» на территории Беларуси. Уникальность дверей заключается в соотношении цены и качества. Кроме того, эти двери подходят для установки на улицу. Новейшие разработки производства дверей, качественные комплектующие, современный дизайн и адекватная цена – все это сделала компания «Юркас» лидерами продаж 2016 года. В этом году мы обратили внимание на сеть дверных салонов «Юркас» и запустили в исследование номинацию «Сеть мультибрендовых дверных салонов». И, собственно, двери «Юркас» стали лидером, однозначным лидером по всем категориям опрошенных респондентов. А это потребители, экспертный совет, высокая жюри и рекламная комиссия. Ну а если среди представленных образцов вы так не нашли подходящую вам модель, загляните в каталоги и среди порядка 800 моделей дверей вы точно найдете нужную вам дверь. В салоне к любой модели дверей вы сможете подобрать и качественную фурнитуру. Достаточно сделать выбор. Все остальное за вас организует наша компания. До того, когда вы приобретете товар, к вам обязательно приедет наш замерщик, который сделает точные размеры проема и стен. Затем формируется полный комплект погоножа, необходимый для установки дверей. Доставку мы делаем в кратчайшие сроки. Еще один плюс нашего салона – это оказание услуг по установке дверей. Заказав двери у нас, вам не нужно будет искать того, кто произойдет вам монтаж по установке дверей. Наши ребята – настоящие профессионалы. Они выполняют работу качественно, грамотно и срок. Гарантия качества, безупречное обслуживание, а также скидки и акции. Компания «Юркас» помогает каждому покупателю сделать свой дом надежнее и стильней. Вот мы и рассказали вам о разновидностях дверей и о их покрытиях. А вам осталось только прийти в салон дверей «Юркас» по адресу улица 14 Партизан 86 и сделать свой правильный выбор. Это все новости на сегодня. Наш выпуск продолжит прогноз погоды. Подписывайтесь на Слоск ТВ в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего доброго и до новых встреч!